То, как люди объединяются, и движение нам поможет в решении наших вопросов. Мы просим нам не мешать их самостоятельно. Не помогайте, просто не мешайте. Принцип взаимопомощи, когда люди скидываются для решения своих вопросов информационными ресурсами, финансовыми и технологическими. То есть, и при этом не просят помощи у государства. То есть, это не прокремлевская структура? Ну, как бы сказать, это прогосударственная структура, которая понимает и осознает, что нужно брать решение в свои руки, не нужно сидеть на месте, и если у вас перегорела лампочка, не нужно ждать, пока вам ее вкрутит Путин лично. Это история про то, как люди объединяются, и движение называется «Люди». И по нашим предварительным, собственно, оценкам, уже сейчас там желающих принять участие в этом движении несколько сотен тысяч человек. То есть, это организация, которая, по сути, будет создаваться на базе Смотра.ру. Вот вы, кстати, Дмитрий, насколько я помню, выходите из движения «Наши». Можно какие-то исторические параллели проводить с новым движением или нет? Абсолютно нет, потому что движение строится на самоорганизации, когда собираются крупные информационные порталы. Это проект «Стопхам», проект «Смотра». Это различные лидеры общественного мнения в регионах, они обмениваются своими информационными ресурсами. Ну и, соответственно, за счет синергии решают их гораздо более эффективно, потому что многие блогеры не могут преодолеть информационный порог региональный. А такой ресурс, такая большая команда людей способны решать гораздо больше, чем все мы поодиночке. Дмитрий, вот тут сторонники, господин Китуашвили, говорят о разоблачительном фильме, который, ну, теперь уж неизвестно, увидеть свет или нет. Вам что-нибудь известно о вот этой картине о коррупции в ГИБДД? Конечно. Дело в том, что мы принимали непосредственно участие в разработке и в создании первых двух картин. Соответственно, примерно представляем, о чем идет речь в третьем фильме. И сделаем все возможное, чтобы этот фильм увидел свет, несмотря на то, что многие были бы против появления, особенно в силовых структурах, потому что фильм действительно изобличающий коррупционные схемы, бросающий тень на честное имя полицейских, как минимум в городе Москва. И мне бы хотелось, чтобы реакция полицейской системы была не той, которую мы сегодня увидели, которую нам продемонстрировали, что они действительно могут защищать себя. Реакция, если у вас что-то в организме болит, не нужно делать вид, что это, ну, просто поболит, поболит и пройдет. Нужно лечить, а не пытаться бить человека, который указал вам на то, что вы болеете. Дмитрий, а можно хотя бы маленький спойлер, чтобы мы понимали, о чем идет речь, потому что разговоров очень много, а конкретики очень мало. Мы можем хотя бы какие-то детали сейчас уже вскрыть? К сожалению, нет. Почему? Ну, потому что мы не хотим скрывать спойлеров сейчас, это в том числе для того, чтобы защитить Эрика. Как вы думаете, как дальше будет развиваться ситуация? Вот мы имеем дело, я так понимаю, с процессом, который еще, многие растут у него в 2008 году. Правильно я понимаю, что хищение где-то миллион, полтора миллиона, мошеннические какие-то действия. Вам что-нибудь известно о всей этой истории, о том человеке, который свидетельствовал или лже-свидетельствовал против Кутуашвили? Единственное, что мне известно, это то, что сегодняшние происходящие события не являются нормой. Давайте по пунктам. Сумма ущерба миллион-полтора, залог предлагался в 10 миллионов рублей. По таким правонарушениям подстражи не оставляют. Это знает любой адвокат, любой следователь. Судье сегодня реально было стыдно, когда она это решение озвучивала, потому что решение явно не ее. Очевидно, что те действия, которые были предприняты, это все-таки обыск в квартире во время, собственно, суда. Родственники не могли присутствовать на суде. Меня не пустили в здание заседания, хотя заседание было открытым. И об этом официально заявила, собственно, пресс-служба. Она отказала мне в посещении. Прошу прощения, что я вас перебиваю. Сегодня господин Жорин сказал, что, опять же, не называя имен, что это сигнал Гитой Шевели откуда-то сверху, чтобы он, мягко говоря, подуспокоился. Вот вы в курсе, что это может быть за человек, который подает эти сигналы? Это очень гипотетическое поле. Давайте просто искать из того, что в своих фильмах Эрик изобличает коррупцию в высших эшелонах московской власти в структуре ГИБДД. То есть непосредственно руководство ГИБДД, самая-самая верхушка и окружение. Это автоматически говорит о том, что это уже политические фигуры. И удар по ним – это удар по системе МВД в целом. Конечно же, об этом не могут быть в курсе, не быть в курсе ни Якунин, ни Колокольцев. Уверен, что если решение принималось, то оно принималось, скорее всего, кем-то из руководства МВД. Потому что по-другому быть просто не может. Вряд ли это обычный следователь сидел-сидел. Дай-ка, думает я, Эрика Китуашвили обвиню в покушении на убийство Янузбека Евкурова и заодно по 159-й, часть 4-я. Ну, бред и по ноптику. Для меня – это мое субъективное осуждение. Но я вижу, что здесь, очевидно, провокативные действия, заказные абсолютно. То есть, одним днем написали заявление, одним днем возбудили дело, одним днем нашли Эрика, задержали, сутки скрывали ото всех. И все это под праздники. Скажите мне, что это совпадение, и я скажу вам, что у вас очень хорошая фантазия. Нет, я вам этого не скажу. Я вам скажу спасибо. Это был представитель Общественной палаты России, лидер движения СтопХам Дмитрий Чугунов. Мы обсудили, возможно, подоплек уголовного дела против Эрика Давидовича Китуашвили.